А говорит спортивный телеканал СИМ-ТВ Финал Кубка Германии на Олимпия-штадионе в Берлине Встречаются Бременский Вердер и Алимания из Аахина На ваших экранах Айлтон, которому только что вручена золотая бутса Точнее, золотая пушка, хотя и не очень золотая Которая вручается лучшему бомбардиру нынешнего чемпионата Германии 28 мячей забил бразилец в Бундеслиге И теперь прощается, прощается со своей командой Со следующего сезона он будет выступать в составе Шальки 0-4 Составы команд Вердер, Райенки в воротах, в обороне Младен Корставич 25-й Валериен Исмаиль, 7-й Пол Сталтери, 27-й Кристиан Шульц 6-й номер Франк Баун, капитан команды 4-й Фабиан Эрс, 24-й Тим Боровский 10-й Йоан Мику, или Жоан Мику 32-й номер Айлтона, 17-й Иван Класснич Главный тренер Вердера Томас Шаф Вот он на ваших экранах Состав Алимании из Ахина Штефан Штрау, первый номер защищает ворота 6-й номер Вилли Ландграф, капитан команды 33-й Александр Клицпера, 12-й Бвандо, 33-й Штефан Бланк, 2-й Франк Паулюс 10-й капитан команды Карл Хайнс Флипсон, 7-й Ивица Грлич, 5-й Денис Бринкман, 17-й Башир Узалу и 9-й, и, простите, 11-й номер Эрик Мейер Главный тренер Йорк Бергер, вот он, собственно говоря, перед вами Обслуживает матч арбитр Херберт Фандель Ему помогают Микки Пикель, Кристиан Солтов И резервный арбитр Торстен Кинхефер Ваш комментатор на канале Сим ТВ Кирилл Дементьев И матч начался в бело-зеленой форме Вердер В темной, практически черной Алимания из Аахена Ждем, ждем интересной игры Безусловно, финал Кубка Германии, соответственно, обязывает это Команды показать футбол высокого класса Непредсказуемый и бескомпромиссный Пусть Вердер чемпион на Германии Алимания из Ахена, команда из 2-го дивизиона Сегодня это все не важно Сегодня обе команды всего лишь претенденты на Кубок Германии 2004 года И не более того Соответственно, они равны И вот уже первая атака Вердера А Илтон выходит к воротам, валят его там защитники Сейчас будет штрафной удар Или как, решил Херберт Фандель Неужели не сфиксировал он здесь нарушение правил? Так, желтая карточка в руках И показывается она Александру Клицпере, третьему номеру Первый же момент Заканчивается достаточно остро Ну а мы напоминаем вам, что спонсор данной трансляции Специализированная клиника по пересадке собственных волос Real Trans Hair Предлагает каждому позвонившему во время трансляции матча Вердера Алимания Бесплатную консультацию и клубную карту Дающую право на эксклюзивную скидку Real Trans Hair Наш телефон 933-88-88-88 933-88-88 Большинству футболистов, которые сегодня на поле услуги для клиники Вряд ли понадобятся Зато могут они сейчас понадобиться голкиперу Если он пропустит мяч, скоро ему будет рвать на себе волосы Поскольку пропускать гол на первой же минуте Алимании вряд ли хочется Похоже собирается бить Младен Корстающий У него дикой совершенно силы Удар слева и вот он Защитник сборной Сербии и Черногории Сейчас ему откатит мяч, удар поворотом Штанга Стенка мяч попадает Будет ли добивание Мяч штрафной Выносит его оттуда, по-моему, Штефан Бланк И на этом атака Вердера завершается Херберт Фандель показывает, что будет удар Свободный удар от ворот Алимании из Ахина Заполнен берлинский стадион Здесь и болельщики из Бремена, и из Ахина Желтый сектор Это прежде всего болельщики Алимании Основные цвета этого клуба Желто-черные Сегодня, правда, желтый цвет Почему-то практически не присутствует Практически он не виден Но, тем не менее, болельщики разодеты Именно в желтый цвет Который символизирует этот клуб Ну, а Вердер Часть болельщиков, которые болеют за этот клуб Разумеется, всех зеленых Вилли Ванграф нарушит правила Против Фабиана Энста Ну, и сейчас еще один штрафной Атака Вердера Заработали, похоже, угловой Бременц Это Тим Баровский 24-й номер Высокорослый опорный полузащитник Полуправый Так скажем, к токсической схеме Вердера Чуть-чуть попозже, я думаю, мы вернемся Она довольно-таки интересна И не стандартно даже в какой-то степени А пока посмотрим, как Айлтон Будет подавать со своей левой угловой Подача на ближнюю штангу Выбивают мяч защитники И удар по воротам уже не слишком опасен Это Кристиан Шульц 27-й номер Левый защитник или левый полузащитник Можно и так, и так его называть Четыре игрока, по сути, в обороне У Вердера, хотя формально Можно даже только двух игроков Относить к защитникам Двух центральных защитников Валериена Исмаэля Француза 25-го номера И Младена Кеста еще 20-го Кристиан Шульц Слева и полусталторик Канадец справа Действует, по сути, по всей бровке Четыре полузащитника Составляют магический квадрат Это Франк Бауман Капитан команды Фобиан Эрнст Еще один игрок в Борной Германии Жоан Мику и Тим Боровский Сложно, по сути, понять Как они располагаются на поле Составляют они, по сути, ром Верхняя часть которого Это Жоан Мику А нижняя Франк Бауман Ну, а фланги Фланги отданы, по сути, на округ Крайним игрокам Штефан Бланк на левом фланге Что придумает Назад вынужден подходить Отдает мяч на Бринкмана Паулюс Бринкман все еще с мячом Бауман отбирает мяч И тут же Длинная передача Айлтон и Кластич Очень сыгранная пара нападающих Здорово игравшая в этом сезоне Передача Айлтон с мячом Отбирает его чисто Франк Паулюс И Штефан Бланк Вперед Туда на Баширу Зау Известнейший нападающий Из Тога Выступал за Торпунскую Боруссию В Бундеслике За Ганзу За Дуйсбург И вот сейчас Защищает черно-желтые цвета Алимани и Захи А это его партнерка А таки Эрик Мейер Голландский форвард Который Выигрывал Кубок UEFA С Ливеркузинским Байером Представил все вещи в 1988 году Ему тогда всего 19 было Тем не менее Есть у него Вот такой вот Такая вот памятная страница в истории Тем более что никаких других трофеев По сути больше Мейер за свою карьеру И не завоевал Хотя выступал и за Байер И за Ливерпуль Даже Но тем не менее Тот финал Кубка UEFA Остался Пожалуй что верхней точкой его карьеры Бринкман нарушил правила на Валерье Исмаэль Высокий очень французский защитник Обладающий мощнейшим ударом Как и другой Игрок обороны Младен Корстаевич По три гола они забили В чемпионате Германии И практически все Именно вот Подобные в стиле Дальние удары Посмотрим на что Сподобится сегодня Алимания и Захина Для клуба из второй Бундеслиги Это безусловно успех В результате Финал Кубка По дороге Алимания И по аварию обыграла А пока что Пока что вынуждены обороняться Футболисты Изахина А Илтон на всех парах Тут как колобок Кахится к воротам Он и действительно похож на Героя этой сказки Вот сейчас Не сумел он уйти от защитников Правда Все остановили вразиться Лучше С нарушением правила Это Штефан Блан Автор одного из голов Кстати Скорее обворота Баварии Но этот матч показывал Канал СМТВ Думаю болельщики Его должны помнить Мбванду нарушил правила Не ожидал сообщения Появления в стартовом составе Этого футболиста Джордж Мбванду Но вот Последний момент Заменил он другого Центрального защитника Именно Грида Ландзата У мяча Мику и Айлтон Кто-то из них будет подавать Это Айлтон Прострел И на опережение Пытался сыграть Франк Бауман Но удар его Получился не точным Правда И вице-коррлич Все-таки коснулся Мяча Соответственно Угловой С Хербертом Фанделем Лучше не спорить Не приветствует Он это мягко говоря Как правило Вознаграждает спорщиков Карточками Разного цвета Подача Айлтона Выходит Штефан Штраул По изумению Забирает мяч в руки Хороший вратарь В Алимании Надежный Но то что играет Во второй Бундеслиге Это не показатель В Германии И во второй Бундеслиге Вратаре Очень приличного уровня Но Вердер пока Получился Контролирует ход встречи Боровский По правому флангу Входит в штрафную Прострелы Все-таки успевает Там подставить ногу Кто-то из защитников По-моему это Александр Клицкера Центральный защитник Из Баварии Кстати говоря Был в свое время Куплен Ну из любительского Состава В основном составе Баварии Клицкера Практически не появлялся Да Йоркбергер Конечно Волнуется Правда В Кубок УЕФА Алимания уже попала Вердер как чемпион Германии Будет выступать В Лиге чемпионов Но Кубок Германии Сам к себе Такой трофей Что хотелось бы Его разумеется Выиграть Клубу Изахина Удар по воротам Сталкер убил Ну так В сторону ворот Конечно Управлял Вердер так бурно Праздновал чемпионство Что Два последних матча В чемпионате Проиграл Дома Байеру Со счетом 2-6 И затем В гостях Гази 1-3 Но вроде бы К финалу Кубка Должны были уже Футболисты Потрезветь Ну сами вы понимаете Празднование чемпионства Никак не может быть Полностью трезвым Даже несмотря на Спортивный режим Все мы люди И должны понимать Вердер все-таки Чемпионом Германии С 93-го года Не становился Уже больше 10 лет И такой Успех не мог Не вызвать Что называется Бурную реакцию Всех футболистов И функционеров Этого клуба Алимания Это Александр Клиспер От своих ворот Вводит мяч в игру Верхом будут много Играть сегодня Футболисты Изахина Благо нападающие В языкорослые Что один Что другой Ну и честно говоря Внизу сложно Вердер будет Переиграть Все-таки Как вы понимаете Чемпион Германии По техническому Оснащению Явно превосходит Команду 2-го дивизиона Пусть и Близко очень Стоявшую К выходу В первой Но в последнем туре Алимания Находившаяся На третьем месте Проиграла Карлс Руэ За счетом 2-0 И потеряла шансы На Выход в первую Бундеслигу Хотя победа Гарантировала Этой команде Повышение в классе Но Не сложилось Нарушение правил Мейера Неправильно Атаковали Ну правда Я говорил Что и Мейер И Салу Замечательно Играют головой Но то же самое Относится и К двум защитникам Вердера К Валерьену Исмаэлю И к Младену Курставичу Ну и разумеется К капитану Вердера Франку Бауна Ну вот он Перед вами Также будет Помогать Разумеется В таких ситуациях По крайней мере Штрафной Карл Хайнц Флипсон У мяча Подача Удар головой Не долетает Мяч до ворот Ну и тут же На Айлт Скорость у него Несмотря на вес Потрясающая Еле-еле Франк Паулюс Сумел Как избавиться От назойливого Соперника Выбив мяч Вау И атака Продолжается Мику Нарушение правил Было со стороны Француза Не включил Его Жак Сентени В состав Сборной Франции Несмотря на то Что Многие были уверены В этом Упачев И других Футболистов Но и Мику Обиделся И сказал Что При Сентени Больше он Сборной Франции Не появится Даже если Его попутят Но Французы Большой Для футболистов Могут себе позволить Даже От такого Блестящего Мастера Отказаться Надо сказать Что в составе Лимании Есть футболист Выигравший Кубок Германии Это как раз таки Карл Хайнс Флипсон Который завоевывал Его В 1995 Году В составе Баруси В Мюнхенгланбах В свое время Карл Хайнс Флипсон Считался Одним из самых Талантливых Молодых игроков Германии Президент Германии Хорст Келлер Рядом Сидится Председателем Немецкого футбольного Союза Герхарда Майером Форфельдером В общем Бумон Тут весь Практически Ну и Уборочного Уборочном Уборочного Уборочного Крич Атаковал Атаковал Человек Уборочного 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 Столица Уборочного Его покупка Стала удачей Безусловно Сезона Уже Известный Вратарь В предыдущий Сезон Провел В испанской Мурсии Который В которой Установил рекорд Кстати говоря По непробиваемости Второго Испанского Дивизиона А у Вердера Были большие Проблемы С вратарями Франк Рост Ушел В шальке Кстати говоря Опять же Шальке Постоянно Вердер Лишает Лидеров Именно Куда Переходят И Аилтон И Младен Круста И с другой Игрок Вердера Ну вот Так вот Получилось Что Франк Рост Ушел Паскаль Боррель Защищавший Ворота Вердера Надежды И оправдывал И вот Сделали ставку На ранки И ошиблись Нельзя сказать Что какой-то Феноменальный сезон Провел Этот голкипер Но был надежен А при том уровне Который Вердера Демонстрировала В атаке Команда Более 75 голов Чемпионата Забила В общем Главное от него Было именно Что не напороть Теряют мяч Футболисты Алимани Но В любом случае Можно отметить То что они Последние 5 минут Владели Инициативой Бауман Класснич Назад Вновь Бауман Обратите внимание Как здорово С мячом Конечно работают Игроки Вердера Очень экономно Игра в пасы Замечательная Совершенно Поставлена Эрнст Класснич Ну вот сейчас Не получилась Комбинация В одно касание Вилли Ландграф Ветеран команды Более 200 250 матч Он провел Во второй Бундеслиге Такой вот Типичный Боец Что называется Такой вот Сорт футболистов В Германии Уже вымирает Это Чуть ли не Последний Представитель Подобного Класса Такое впечатление Что Паулис Получил персональное Задание От Юрга Бергера Работать С Мику Шульц Обходит Ландграфа Удар Поворотом Заблокировал Его все-таки Защитник В последний момент Хотя вроде бы Шульцу удалось Уже освободиться От соперника И тем не менее Ландграф Все-таки Свои бойцовские Качества До конца Продемонстрировал Вновь угловой Айлтон подает Все А гвардия Там уже в штрафной Хрустович Бауман Исмаэль Подача И в пустые ворота Иван Класснич Не попадает Если там конечно Не было свистка Потому что было Нападение на вратаря Тогда можно сказать Что Хорват упустил Реальный шанс Открыть счет Иван Класснич 12 голов Забил В этом чемпионате Германии Столько же раз Ассистировал Партнера Никто от него Даже подобный прыти Перед началом сезона И не ожидал Ну и подобная игра Принесла Хорвату Веста В составе своей сборной На чемпионате Европы Мейер сбрасывает налево Кто выиграет Соревнование в скорости Выиграл Денис Бринкман И игра Перебежала Здесь Пола Сталтере И судья Херберт Фандаль Не фиксировал Нарушение правил Прихватил Прихватил За руку Соперника Канадец Так что Наверное Решение судьи Правомощно Вон он горничил Меча Бланк Срафной Бринкман Клиффера Ну и разумеется Пара форвардов Подача Угловой будет Судья по всему Нет аут Не успел Начать из-за Линию ворот Так что придется Из-за бокового Вести Футболиста Малеймани Штефан Бланк Ну в каждой Почти немецкой команде Есть человек Который Умеет далеко Бросать аут Штефан Бланк Это делает К нему же мяч Отскакивает Попадает В полустал Тем не менее Тем не менее Атаки Ахина Пусти Не слишком Может быть Изобретательные Продолжают Вновь аут Бросает Бланк На Мейера Тот головой Играет на Салу Под удар А здесь только Игроки Вердера Эрнст раскручивает Контратаку В контратаках Вердер очень опасен Могут очень быстро Их разворачивать Сейчас правда Не вышло Флипсон Бауман Длинная передача Вперед на Айлтона Ликвидирует ее Штефан Бланк Постоянно Постоянно На грани Оффсайда Играют Оба форварда И Любой из четверки Полузащитников Вердера Может отдать Разрезную передачу На Довольно Длинное расстояние Что Энн Что Мику Что Боровский Что Бауман Любой из них Владеет Этим техническим Приемом Горлич Вот и вот Длинная передача Салу Салу И падает Штрафной Арбитер Арбитер Показывает Штрафной удар По-моему Да До штрафной Было все-таки Нарушение правил Или как Что показал Фандель Что сам Салу Нарушал правила Да Нет штрафного Поначалу Вроде бы Фандель Направился Решительно К месту Происшествия Но затем Затем он вообще Определил игру Рукою Буширусалу Не определив Нарушение правил Со стороны Корставича Ну не спорят Така лезет Пока Фандель Держит игру Под контролем Класснич прыгает Флипсон Ваут Идет Да еще и Подтолкнул Там Кристиана Шинца К соперной Два игрока Вердера Входят в национальную Сборную Германии Это Фабиан Эмст И Франк Баун Два Центральных Хасберг Класснич Участник В сборной Хорватии Ну и Пожалуй Что этим Список Футболистов Которые Уезжают В Португалию Из Вердера Собственно говоря И ограничивается Нет Извините Еще есть Ангелос Христес Кстати говоря Наш соперник По группе Футболист Сборной Греции Людовик Манезин Еще есть Футболист Сборной Швейцарии Но он В запасе Вот Собственно говоря Пожалуй Что Вот теперь Точно Все Айлтон Прострел Недова Тут до Мику Не доходит Но Франк Паулюс Надежно Действует Да Судя по всему Ну вот так Он и бегает За Мику По полю Этим Объясняется Сегодня Появление На поле Шляфан Штраут Руководит Воронительными Построениями На ударе Сугла поля Ну а Айлтон Не дающийся Конечно Совершенно Сезон Провел 28 голов 9 передач С ума Можно сойти Мику В этот раз Подает Сугла поля Подача Под удар Боровский Нет Карл Файнфлипсон Снимает у него Мешь с ноги Отскакивает Кэмсту Ну и тот Назад На Андре Саранке Тот Сейчас Видимо Вперед Мяч Отправит А вот Кто-нибудь Зацепится Далеко Очень Получилось Пытается Там что-то Сделать Младен Корстай Застрявший В атаке После угла Поля Но Все равно Не удалось Мне здесь Планграфа Отмечать Тереть Не так Тут просто Очень низкий Центр тяжести У этого футболиста И В силовой борьбе Тяжело С ним Достаточно Порядка 25 минут Сыграно В первом тайме Счет пока не открыт 0-0 Вновь Вердер в атаке Класснич На Боровский Опережает его Вновь защитник Пока Не Даже не трещит Оборона Алимани Не говоря уже о том Что не ломается Сталтере Боровский Красиво играет И получает За это по ногам За красоту Что называется По законам Красоты Будет желтая карточка За этот прием Штефану Бланку Кстати Штефан Бланк Сам не так давно За Вердера Вступал Два года назад Он перешел В Алиманию Не сумел найти место Восьмого состава Вердера И вот таким образом Похоже Решил раскритаться С соперниками Ну что Фандель Показал карточку Бланку Или нет Пока Не очевидно Это да И есть карточка Но в общем Зная Фанделя Можно было не сомневаться В таком исходе Мику Меча Один все Человек в стенке Подача Не выходит вратарь Удар по воротам Это Восьмая Но Навалился Заперник Поэтому Дарь Если бы удар Пришелся в ворота Судья бы его Не засчитал Йорк Берген Известнейший немецкий тренер Работал еще Со сборной Германской Демократической Республики В свое время Потом тренировал Самые разные Немецкие команды В том числе Шальки 0-4 Откуда был уволен За несколько месяцев До победы В кубке УЕФА Так что Лавры достались Уже не ему А кубу Стеллинг Вот видите Боровский Только что был справа Теперь оказывается Слева Постоянно меняются Места Это у защитника Вердера Путая таким образом Соперников И вот в такой В таком организованном Хаосе Который представляет Из себя Полузащитник Вердера Большинство То все Просиски немецкие команды В этом сезоне Откровенно Продили И путались Поскольку Справиться с атакой Вердера Которая очень во многом Базируется Именно на активности Полузащитников Так и не удалось Никому А вот творец Этого чуда Брэмонского Комас Шаф Плодотворно работавший С командой Несколько лет И вот теперь Добившийся Выдающегося Совершенно достижения Учитывая Как уходил Например Торстен Фринц Дортмундскую Барусю Тоже Лидер команды Тем не менее С года в год Верда Конкурентноспособен А в этом году Не просто оказался Конкурентноспособен А другие команды По сравнению с ним Неконкурентноспособны Оказались Мику Теряет мяч Тут же Отбирает Его Посталтери Темнее Ненадолго Тут уже Грубо играет По-моему Кто-то из Это как раз Исмаэль Ну и тут же Херберт Фандель По достоинству Вознаграждает Грубояна Серьезный человек Херберт Фандель Взял он себе На Как пример Манеру судейства Маркуса Мерка Самого Пожалуй что Сильного Немецкого арбитра Ну и вот Стремится Этой манере Следовать Фандель Почти всегда Последователь Ну здесь Очевидное Нарушение Правил Не о чем Говорить Исмаэль Перешел Вердер Из Страсбурга Многие Смеялись Что это Такой За Исмаэль Откуда взялся Можно было Так и Ближнего Востока Себе Защитников Выписывать С такими Жи именами Но Доказал Исмаэль Что Один из лучших Он на данный момент Защитников Во всем чемпионате Германии Ну и Вердер Его выпил Из Страсбурга Поначалу взял В аренду Попробовать Что он взывает Ну и понравилось В следующем сезоне Пару в центре Ему будет составлять Франк Фаренхольд То есть Бохума Самый Кстати говоря Забивной Защитник Первичного сезона То есть Лиги Семь голод Защиток Забитых Все Абсолютно После стандарта Коллажина Макарстайч и Айлтон Будут уже против Вердера Играть в составе Шанки Классич Ой как красиво Играет Наянса Догонит Левяч Фубиан Догоняет Убирает Защитника Под удар Боровский Удар Гол 1-0 Блестящий Гол Забивает Вердер Вот Вот это Именно и есть Тот стиль Который Ковышав Прививает Своей команде Блестящая Комбинация И Зеленый Сектор Берлинского Олимпиастадия Она торжествует Тим Боровский Воспитанник Клуба 24 Ему года Исполнится В этом году Именно он Открывает счет В этом матче Но все было хорошо И шикарная передача На Фубиан Эрст И конечно Сам Эрст Разобрался В штрафных Просто Потрясающе Вроде бы и места У него не было Обратите внимание Уже на Боровский Но тем временем Одним движением Убрал защитника И выложил под удар Своему партнеру Менедж Идеально Все было сделано Смотрите как Вот он пас И Боровский Теперь может Все что угодно С этим мячом Делать Просто Расстрел Комунаров В лице Штефана Штрауба Что ему Поставали сделать У нас такого Расстояния Производится Льда А кто же Делал передачу На Эрст К сожалению Не обратите внимание По-моему это Чуть ли не Кристиан Шкатком Да Конечно Кристиан Передача Каких сомнений Нет Маэстро Французский Ну что ж 1-0 Красивый гол Забивает Вердер Без всякого Сомнения И задача Алимани Очень сильно Усложняется 31-ая минута Принесла успех Вердеру Но Алимани Опять же Стоит об этом Забыть Попытаться Играть в свой Футбол Взять настроем Скоростью Тоже Других Козырей В общем Вряд ли Эта команда Может Предъявить Своему сопернику Вот как Мне подсказывает Наш редактор Сергей Яковенко Это Иван Класснич Отдал передачу На Фабиана Эрнста Но это Кстати говоря Также неудивительно Проявился В этом сезоне Класснич Не только Как хороший Забивало Но и как Прекрасный Совершенно Распособщик Их связка С Айлтону Зачастую Вообще Самодостаточнее Выглядела Такие они Комбинации Разыгрывали Знаете Немножко Это напоминало Взаимодействие Связки Дуайт-Йорк Энди Коу В том самом Манчестер-Юнайтед Образца 98-99 годов Лучшие образцы Что называется Вот тут пожалуй Что можно Даже так Говорить Ну а Фабиан Эрнст Тот отдавший Результативную передачу Также Прекрасный Совершенно Распособщик 11 результативных Передач На счету В чемпионате Причем Еще до начала Энст считался Типичным Полузащитником Разрушителем Задача которого Вгрызь Соперника В середине поля Отобрать у него Мяч там С ногами С бутцами Совсем прочим Инвентарем Ну и Отдать его Кому-нибудь Кто Лучше знает Что с мячом делать Вот в этом году Томас Шаф Отодвинул Выдвинул Точнее из обороны Фанка Баумана Чуть-чуть попозже Об этом Хорошая атака Чисто там Как показалось Вначале было сыграно Тем самым Бауманом Но Фергер Фандель Придерживается Иной С точки зрения Именно она Является в данном Случай Правильной Поскольку Как вы знаете Трафной удар Это не просто Нарушение правила Нарушение правил Зафиксированное Судьи Бринква Нарвался к воротам Ну да Нет Не чисто сыграл Бауман На всем это Показалось Может быть Но Ошибочным Было Первое впечатление Ну вот Баумана Он отодвинул Из обороны В центр поля Как сам Капитан Вердера Там уверенно себя чувствует Так и это Позволило Эрмстер Немного Ближе к атаке Выдвинуться И Показать Что и в плане Созидания У него тоже Очень большой потенциал Опасный штрафной И вице-грлищ Большой Дока По этой части Забивал он штрафный И в этом кубке Седьмой номер Вот именно он И у мяча Или все-таки нет Нет Бланк бьет Удар Отбивает мяч Андреас Раньки Хороший получился Удар у Штефана Бланка С его левой Бланка В штрафную Возвращает мяч А вот это Наверное зря И все-таки Смотрите Тем не менее Возникает опасный момент Раньки Мимо мяча Сигает И сбивает Соперников Штрафной Будет ли пенальти Здесь вряд ли Тем не менее Раньки вроде бы Должен был играть мяч А по-настоящему Сыграл он Вместо мяча Баширу Золу Конечно Голова у Баширу Золу Тоже круглая До такой же степени Смотрите Кулаком Прямо Вначале Кулаком попало Золу А потом еще и плечом В общем В Испании Я думаю Пенальти был бы Назначен Вполне возможно Но Херберт Хандель Не посчитал Это фолл Горлич угловой Подает Дальше В штрафную Выпрыгивает Высоко Исмаэль Выше своего Почти Двухметрового Роста Флипсон Калли Как его зовут Последний сезон Он проводит В составе Ахина Не продлились Ни контракт Еще одно нарушение Что тот же Баширу Золу Вбит Исмаэль Амин Пытается Алимания Похвально Безусловно Сразу же Попытаться Сравнять Счет Не стушевались Подопечные Бергера Может быть и готовы Были к тому Что Вердер Счет Откроет Но Как бы то ни было Готовы они Сейчас предложить Контер игру Но у Флипсона Подачи не получилось Легко ее вынесли Зелено-оранжевые Оранжевый цвет Кстати только в этом году Появился В форме Вердера Раньше Близко его не было Возможно Это символизирует Оранжевые Устремления Клуба Но собственно Уже символизирует Да Не просто Мейеру Конечно Вверху Бороться Что с Хрстающим Что с Исмаэлем Там они Сами кого угодно Научат Этому Этому Упражнению Томас Шам В отличии от Йорга Бергера Куда более Скромно Выглядит Никакого Костюма С галстуком Даже не совсем Понятно Кто из них Тренирует Чемпиона Германии А кто Клуб второй Бундеслиги Хороший Хороший Удар Убланка Получился Ну а Райенке Был к этому Готов Не стал Ловить мяч Отбил его Кулаками Вот Что ни в коем Случа Нельзя делать Алимане Это конечно Второй гол Пропускать Думаю Что Два Преимущества Два мяча Уже Катастрофическим Для этого клуба Не отдаст Вердер Такого Вот уже Гандикапа Тем более Что дубль Сделать Как вы понимаете Всегда приятно Боровский Отличная Иван Крофт Теперь уже не выступающий За Вердер Вратарь Еще одна Передача Штрафную Корставич На чеку Айлтон Борется Но Александр Клицкера Здесь Выиграл У него Силовую Борьбу Бландо Очень много Половорота И крови И других Достаточно В общем Крови Поход Спартаковцам После Играл За Парму И вот Вердере Обрел Вторую Молодость Ну Свисток Эрик Мейер Вновь Увлечен В нарушении Футбольных Правил Денис Бринкман Тут пытается Что-то с Хербертом Фандалем Обсудить Результат Подобной беседы На самом деле Может быть Только один Для Бринкмана Желтая карточка Поскольку Никаких аргументов Херберт Фандалем От футболистов Не воспринимает Изначально Так себя ставят Что беседовать Ни с кем Не собирается Даже с капитанами Сам Йорк Бергер Несмотря на свою Репутацию Несмотря на свой опыт Впервые Вывел команду В финал Кубка Германии Ну собственно Томас Шаф Тоже впервые Нет нет Томас Шаф Конечно не впервые Поскольку Когда тогда Баварии Противостоял Кубок уже Он руководил Более того Даже выиграл Вердер Кубок собственно Именно При Томасе Шаф Томас Шаф Всю свою карьеру От Белу Вердеру Был неплохим Шаф улучшал игру Уже два года подряд Вердер Слыл командой Крайне неприятно И обыгрывал Баварию Все время Но никак не мог Верно Разложить силы По дистанции Были периоды Когда бременцы Вообще всех Громили И казалось Что сейчас Сейчас вот они Горы своротят Но потом Эта самая гора Рождала мышь И Вердер Начинал Валиться так Что даже Проигрывал Совсем Никудышным По сезонным меркам Клубом Но вот в этом году Без спадов Прошел Вердер Чемпионат Даже В конце Показалось Что вроде бы Начали дрожать коленки У футболистов Ничьи они какие-то Стали делать Нулевые Но В конце концов В решающем матче На стадионе Олимпия В Мюнхене Баварию Буквально Втоптали Они в газон 3-1 И Доказали Что именно Вердер Сильнейшая команда Германии Еще один удар Поворотом Штрауба Но Класснич Тяжело Ему с разворота Было лучше пробить Собственно Поэтому Точности Удара И не хватило Подходит к концу У нас уже первый тайм Вердер берет 1-0 Хотя Нельзя сказать Что преимущество Бременцев Стали уж Тотально Что у Алимании Никаких шансов Нет Нет Есть Один гол Всегда можно Отыграть В конце концов Бременцы Его и сами Себе могут забить Айлтон Выбивает у него Мяч Бринкман И направо Здесь на опережение Хорошо сыграл Бауман Выдвигается Весмаэль В атаках Вердера Участвует Вообще Вся команда Включая Центральных Защитников Это кредо Томаса Шафа Не удается Грличу Обыграть Франка Баумана Это вообще Непросто Франк Бауман Считался Хорошим Очень центральным Защитником Но На позиции Опорного Пожалуй Что даже Еще более Впечатляюще Смотрится Благодаря 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 своему Чтению игры Умению Отбирать Мяч Чисто Ну и Лидерским Конечно Качественным Капитан Команды Не его Как раз Пошел на Франка Баумана Тот Очень легко Отобрал У него мяч Разогнал Атаку Пас На Класснич И тот Идеальным Диагональным Ударом Отправляет Мяч Ворота Опять Все Очень было Сделано Классно Ничего Не скажешь Действительно Класснич Забил Классный Гол Ну конечно Все сделал Франк Бауман Посмотрите Как он Отобрал Мяч Пошел Сам Вперед Увидел Увидел Партнера Сделал Ему Очень хорошую Передачу Ну и Удар Конечно Действительно Под стать Фамилией Ну что ж 2-0 В пользу Вердера Ну а мы Еще раз Напоминаем Что спонсор Данной Трансляции Специализированная Клиника По пересадке Собственных волос Риэл Трансхэр Предлагает Каждому Позвонившему Во время Трансляции Мача Вердера Лимания Бесплатную Консультацию И клубную Карту Дающую Право На эксклюзивную Скидку Риэл Трансхэр Наш телефон 933 888 888 933 888 888 Нет Чисто Чисто Здесь Бауманом Было сыграно Кличу Пауману Мы видели Что четко Совершенно Мяч был Выбит У футболиста Лимании Лишь затем Уже он Пострадал Собственно И все Первый тайм Закончился Вердер Впереди 2-0 Боровский И Кластич Авторы Двух Мячей Итак 2-0 Будем ждать Что сумеет Противопоставить Во втором тайме Лимания Не кончится Ее Настрой Вместе С этим вторым Голом Будем надеяться Что нет Иначе Конечно Второй тайм Будет сильно Уступать Первому По зрению Но пока Уходим На перерыв Отдыхаем